В этот день 27 октября родились Иван Мичурин – известный русский биолог, селекционер Лидия Русланова – популярная советская исполнительница народных песен 27 октября 1672 года при дворе царя Алексея Михайловича зафиксирована первая в России театральная премьера Была поставлена пьеса по библейскому сюжету «Эсфирь» 27 октября 1984 года началось сквозное движение на БАМе – Байкало-Амурской магистрали Бригада комсомольцев была ошарашена уже на подходах к Кремлевскому дворцу съездов Их везли на двух десятках автобусов по перекрытым для них улицам Москвы Внутри дворца съездов их ждали накрытые столы с укрой, мудрые взгляды вождей КПСС и комсомола Внимание прессы и аплодисменты Ставшая в одночасье известная бригада имени 17-го съезда в ЛКСМ торжественно объявила о том, что к строительству Байкало-Амурской магистрали БАМа готова Бригаду искупали в овациях и отправили в Сибирскую тайгу Так в апреле 1974 года стартовала новая история БАМа НОВАЯ ИСТОРИЯ Ни одна советская энциклопедия даже не упоминала о том, что началось все на 40 лет раньше Низкомсомольского энтузиазма, а с труда зэков Правильно сказать, идеи железной дороги в самом сердце Сибири стали обдумывать еще в 1880-е годы в Царской России Некто полковник Волошин обследовал нынешние БАМовские места и пришел к выводу Проведение линии по этому направлению оказывается безусловно невозможным Вечная мерзлота от пары метров до пары сотен метров в глубину Болото, десятки крупных рек и главное почти полное отсутствие человеческого жилья Казалось бы, зачем тут прокладывать рельсы? В Советской России понятие экономической целесообразности оказалось весьма размытым Впрочем, не это главное Новая власть несколько раз обращалась к проекту дороги к северу от уже существующей Транссибирской магистрали в периоды обострений военной ситуации на Дальнем Востоке Так было в конце 20-х годов после Китайского конфликта В 30-е годы, когда к границам СССР подобрались японцы И, наконец, в 1969 году, когда из-за спора за остров Даманский Китай чуть было не накинулся на северного соседа Как считалось, в тайге России нужна была запасная военная дорога Методы строительства были сталинские В 1934 году во главу БАМ-Лага был назначен печально известный Нафталий Фрэнкель Вчерашний руководитель стройки на Беломорканале Он-то и превратил сибирские лагеря с зэками в грандиозные производства К его подчиненным главам лагерей так и обращались Начальник лагеря, он же начальник строительства Всего же до четверти всех заключенных СССР работали на фрэнклифском предприятии Как бы были условия труда на первом БАМе Очень красноречиво свидетельствует список священно-мучеников, которые он дал Там, по крайней мере, четыре имени А еще в разное время на местных стройках побывали Анастасия Цветаева, сестра известной поэтессы Философ Павел Флоренский, позже погибший на Соловках По-видимому, здесь же отбывал срок Константин Рокоссовский Будущий маршал, командир парада победы Но свои годы лагерей он вспоминать не любил Первоначальные планы были За неполные четыре года от самого Байкала и до Амура Пустить поезда Но, конечно, это казалось нереальным Большая пауза на стройке наступила в Великую Отечественную войну Когда все запасы рельс кинули на военные нужды под Сталинград После смерти Сталина Парабам вновь почти забыли на десятилетие И вот в 1974 году вновь волна почти стахановского энтузиазма Наверное, это был последний раз в советской истории Когда почти вся страна загорелась идеей большого строительства И теперь уже не ЗК, а комсомольцы составили главную трудовую силу Всякий в стране знал строки рождественского «Слышишь, время гудит, да бам!» На просторах крутых бам! И всякий подпевал группе самоцветы «Про путь железный, а короче бам!» Жаль только этот самый дорогой за всю историю советский проект так и не окупился И жаль, что о первых строителях тогда никто не вспоминал «Слышишь, время гудит, да бам!» «Слышишь, время гудит, да бам!» «Слышишь, время гудит»